Всем привет! Мы собираемся гулять. Решили поехать в корейское казино поснимать. Надеюсь, что там можно будет снимать. Завтра поедем встречать моего друга, нашего друга. Он прилетает из Ташкента, так что мы снова поедем в аэропорт. Вот, я надела любимую кофту Сережи. Не знаю почему-то она ему не нравится. Это майка и сверху такой, как он называется, я не помню уже. Ну, в общем, кофточка с длинным рукавом. Вот. Завтра красный день, понедельник. Кореи отмечают день основания первого государства, 3 октября. И получается, что в Корее вообще отдыхают три дня. Воскресенье, суббота-воскресенье и понедельник. Но так как у нас детская площадка, это развлекательный комплекс, поэтому мы вынуждены работать по выходным. Вот, суббота-воскресенье мы отработали. Сегодня вот вечером выезжаем и завтра будем гулять. Во вторник уже начинается снова рабочая неделя. Вот, ну что, поехали! По дороге мы заехали за донерами. Сережа проголодался, и он уже со вчерашнего дня хотел эти донеры турецкие. Я не хочу. Я вообще хочу посидеть на диете. Ну, как на диете, просто хочу попробовать не ужинать. Вот, и я просто хотела попить кофе, но почему-то кофе здесь, кофешопы здесь не работают. Не знаю, сейчас пройдемся. Возможно, найдем что-нибудь. Вот, а потом уже поедем в казино. Давно там не были. Одно время мы там прям часто зависали и частенько выигрывали. Вот, и уже, наверное, сколько? Ну, почти год, наверное. Ну, полгода точно мы не ездили. Сегодня поедем, испытаем удачу. Просто друг приезжает рано утром, и поэтому мы думали, где погулять. Сейчас ночью мало что работает, поэтому решили поехать в казино. Мы уже в аэропорту, на терминале. Самолет уже приземлился. Вот, мы ждем. И, представляете, я не перестаю удивляться, насколько мир десен. Сейчас проходила по парковке. Смотрю на машину. Вот, чисто случайно взгляд упал и думаю, блин, это же... Меня прервал сотрудник аэропорта. Подошла ко мне женщина и сказала, что нельзя снимать. Ты что, с ума сошел? Ну, мы благополучно отошли и опять снимаем. В общем, я не дорассказала. Смотрю номер машины. Дядин. Позвонила ему, и оказывается, действительно, это он. И так это удивительно, что мы оказались в одно время, в одном месте, на той же парковке. С родным дядей увиделись. Он тоже встречает человека. Смотрите, кто у нас приехал. Мы уже встретили его. Приехали и сейчас пойдем кушать. Человек говорит, что не шопился давно. Зашли в магазин SPAO. Это что-то наподобие H&M, Uniqlo. Ну, в принципе, это все одно и то же. Хотели поесть вьетнамский суп Fobo, но кафе откроется только через полчаса. Поэтому, чтобы убить время, зашли посмотреть вещи. В аэропорту так и мне не разрешили снимать, поэтому не получилось там заснять контент. О, такие пижамки прикольные. Вообще, в SPAO мне всегда нравились пижамки. Прикольные. Вот зеленые с тигрятами. Сиреневые с белыми тиграми. Я как-то SPAO покупала себе костюмчики трикотажные. Но сейчас они уже износились, я их ношу дома. Вот это чем-то на мою похоже дома, которую я ношу со Снупи. А вот эти были прям популярные одно время в Корее. А вот они, кстати, в раскрытом виде. Прикольно. У меня с коротким рукавом и с шортами, а это зимний вариант такой пижамки. Это тоже кое-что себе присмотрела. Такую рубашку в бежевом цвете и коричневую юбку шорты. Никогда в таком цвете ничего не носила. Решила для школы присмотреть, раз уж я в ней остаюсь. Напишите в комментариях, мне идет или нет. И сейчас еще другой вариант лука присмотрела, но уже в другом цвете. Сейчас пойду примерять. Вот в таком варианте еще. Это юбка. Не юбка шорты, а обычная. И рубашка. Тоже другого фасона и другого цвета. Уже голубая. Но мне тот вариант нравится больше. Не знаю. Сейчас надела свои джинсы и подумала, что эту рубашку можно будет и так носить с джинсами. В принципе, тоже неплохо смотрится. В итоге я решила взять вообще другую рубашку. Фасон такой, как я мерила, голубую, только в белом цвете и юбку шорты. Пришли в кафе вьетнамской кухни. Сделали заказ. Сейчас заказали вьетнамскую лапшу Фобо. Пока ждем. Решила вам интерьер показать. Нам уже принесли наш Фобо. У меня без мяса, потому что я мясо переложила Сереже. Я мясо не люблю. И у него теперь двойная порция мяса. А так он должен выглядеть. Ну, выглядит вроде аппетитно. Наваристый такой бульончик. Кто-то наносил ложится. Настя, дружки не делаешь? Нет, я не люблю. Вкусняшка. Здесь лук, лапша рисовая. Зеленый лук нарезанный. Проросший марш. И бульон на говядине. Как всегда у меня еда. Во влоге. Не помню, ни одного влога без еды нет. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ммм. Ммм. Бесно. Ммм. Мне кажется, на какой-то суп. Ммм. Ммм. Ну, это тоже не было прилипсика. Это не очень. Коза делают наши зарядины. Пробуем? Да, зарядины и просто спецы и все самые продукты. Да, есть такой. Да, на пицце. Еще вот этот дамп, еще этот дамп, кинзы. Вот это все как будто это. Не на сам кеда, а когда изгибает. Да. Вот сделаю такого, да? У нас просто называли это белым жубом. Ну, когда заправишь, как кедя, реально, с луком. Только на это. Мы дома. И в итоге я решила поменять юбку уже на выходе. Уже расплатилась, мы вышли. И перед выходом я обратила внимание на то, что есть такая же юбка, только в синем цвете. Я решила поменять. Пошла, сделала обмен. Взяла такую темно-синюю юбку. Потому что, во-первых, это классический цвет. А во-вторых, я взяла две рубашки же. Белую и голубую. Я хотела белую носить с той юбкой коричневой, а голубую. Она мне просто больше понравилась, чем белая, но голубая бы не подошла к той юбке. Я думала, что буду голубую носить с джинсами. А в итоге я увидела эту юбку и подумала, что ее можно будет носить и с белой рубашкой, и с голубой рубашкой. И плюс голубую рубашку можно будет еще сочетать с джинсами. Поэтому поменяла. Такой прикол. Раньше, когда я училась в школе, я просто ненавидела школьную форму. Эту классику. Темный низ, белый верх. А в итоге, когда я уже закончила школу, мне нравится. Такой стиль классический. Думаю, вот именно вот так будет красиво сочетаться. Смотрите, что нам привезли из Ташкента. И все, что я люблю, прям попал. Это мармеладки со вкусом брусники. Мне кажется, очень... Я не пробовала, но мне прям кажется, что очень вкусно. Шоколадки. Тоже какие-то новые вкусы. Такие не пробовала еще. Это что-то наподобие орео, мне кажется. А это инжир. Соленый крекер. И кокос. Тоже, мне кажется, очень вкусно. Это чай. И именно со вкусом, который я просто обожаю. Грейпфрут. Трюфели. Тоже люблю трюфели. Это шиповник растворимый. Первый раз такой вижу, но в детстве я очень любила шиповник. Правда, мы заваривали прям настоящий. А это растворимый. Тоже надо попробовать. И он просто прочитал мои мысли. Я сегодня хотела курт. И думаю, надо было его попросить привезти курт. А он сам привез. И именно вот этот острый хотела, красный. И мы обожаем настольные игры. Он привез настольную игру Табу. Будем вместе играть. В общем, мы поели дома. И сейчас выехали в кофейню. Хотим попить кофе и поиграть в новую настольную игру Табу. Сегодня весь день не получалось снимать влог. Но, в общем, день был такой. Мы поехали встречать с утра Сергея, моего друга, в аэропорту. Потом мы поели. Завезли его домой. Поехали сами к себе. И поспали. Потому что и он с дороги устал. И мы всю ночь не спали. Поспали. Потом снова встретились. Он приехал к нам домой. Мы заказали еду, поужинали. И сейчас выехали в кофейню. Она такая бесполезная. Мы приехали в кофейню. Которая называется Bobos. Здесь есть много настольных игр. Но мы пришли со своей. Мы будем играть. Сейчас покажу. Очень маленькая. И мы будем играть. Объяснить. Да. Здесь написано. Так. Ой. Здесь написано слово. Вот верхнее. Его нужно объяснить. Объяснить на словах, но не используя эти слова, которые ниже. Вот. Если вы используете эти слова запрещенные, то человек должен делать вот так. В общем, это табу. Здесь есть такой кубик. А что это значит? И песочные часы. Вообще, она рассчитана на четырех человек. Ну, на команды. А нас трое. Ну, ничего. Вот так она выглядит. Я тебя снимаю. Специально оказывается, вот так ставится. Вот так берешь карту и так ставишь. Ааа. Та-дам. Это Сергей. Сергей Пак. Да ладно. Он обучает корейскому языку онлайн. Если кому нужно, обращайтесь. Наш заказ. Обычный черный чай, манго смузи, карамельный макиято и два пончика. Мы наелись, но все равно еще пончиком заесть. Остановитесь. Мы им... Люди кидают им крошки, чтобы они вливали. Хамяки. Курица. Голуби. Да, голуби. Мы покупаем это... Джейси. Спасибо. Мы покупаем это. Это блюдо. Пюре. У нее основание из квадрата и наверху точка. Пирамиды? Да. Ясно. Чем пусты, чтобы они росли? Что делать? Водой поливать. Чем? Удобрение. Водой. Чем? Ну чем? Водой, шлангом. Еще, еще. Специальный инструмент. Распылите. Лейка? Это не овощ. Это арбуз. Сладкий, да. Кислый, сладкий. Лимон. Оранжевый. Апельсин. 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 Мы по воскресеньям обычно поем, короче. Машинку кладем. И что мы кладем? Белье. Да. Да. Фулбой. Акция. Что там было значит? Я опять видел. Дейка чья. Апельсин. Пирамида. Апельсин. 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 Тринадцатин. Конопри Kirk. 11 000 см. 1 2 3. Печатаем. Машинка? Нет. Печатаем на ней. Принтер, машинка. Что? Печатаем. К градюрка. What the f**k? Скольжение? Буксировка Нитральная Что? На чем она ведет себя Неустойчиво Короче, когда в Инчон едешь Большой такой Большой такой Мы на нем едем вокруг Мои слова Не видел? Все? Поехали Это такие стрелки, которые Говорят, куда ехать Нет На... Что они делают Нам как бы... Нет, нет, подожди Это вид Вид спорта восточного Вид спорта восточного What? Ну, не как спорта Нет, сам на себя, короче Ты вентально и... Йога? Ну и что делали раньше часто с вами? Пели, королки Да Это... Палочки... Какие? Нет, они не настоящие такие Красно-белые Палочки А, это крабовый краб? Да Говорят, что он существует Но его нет Левс Бог на Северном полюсе живет Нет, нет, нет Север на Северном полюсе живет Неприятный Большой... Гринч А, Снежечеловек Да Неприятный Это потому, что страшный Впрочем, это уже совсем другая история Неприятный у лагер uh